Мы собираемся потребовать проведения референдума. Еще не потребовали, но собираемся. Мы собираем сотни, тысячи подписей в поддержку референдума, который потребует распустить Кнессет и назначить выборы в течение 30 дней. Причем в этих выборах будут участвовать партии, которые подпишутся под пятью основными принципами. Первое. Немедленно и любыми средствами остановить интифаду. Второе. Аннексия территорий, чтобы положить конец нелепице, когда весь выбор якобы состоит в двух вариантах. Либо палестинское государство, либо продолжение оккупации. Вариантов не два, а три. Третий вариант – это справедливый вариант, еврейский вариант. Еврейское государство на территориях. Израиль, не иудея. Израиль. Третье. Всем арабам дается выбор – либо остаться в стране с личными правами, но без политических прав, либо уехать. Четвертое. Полная смена экономической системы. Свободное предпринимательство. Устранение гистодрута. Сделать его только профсоюзом и не более. Первое. Распродажа госпредприятий. Начало свободного предпринимательства капитализма. Привлечение частного капитала. Пусть страна снова станет нормальной. Бросить бюрократов в море одного за другим. И пятое. Фундаментальная смена курса в израильском образовании. Чтобы снабдить молодых евреев чувством еврейской гордости, еврейскими знаниями. Тот иудаизм, сионизм, которых сегодня в них нет. Любая группа, которая примет эту платформу, сможет участвовать в выборах. В выборах побеждает только одна партия. Никаких коалиций. Ведущая партия формирует правительство. И правительство получает 4 года, чтобы реализовать эту программу. В ходе Второй мировой войны, на 6 лет, с 1939 по 1945, Великобритания заморозила демократию. 6 лет в Великобритании не проводились выборы. Потому что был кризис. Черчилль сказал, какие еще выборы? Вы что, с ума сошли? Гитлер нас бомбит. Какие могут быть выборы? 6 лет без выборов. Израилю нужно то же самое. Итак, никто не призывает к свержению правительства. Но мы призываем, чтобы народу была дана возможность проголосовать и сделать выбор. Мы хотим, чтобы люди пошли на референдум. Мы народ. Мы абсолютная власть в этой стране. Мы хотим вернуться к системе Афин или Вермонта. Люди проголосуют. По этому вопросу не будет ни делегатов, ни представителей. Мы лично хотим по нему проголосовать. Если эта идея пройдет, мы спасем Израиль. Если нет, ничто не спасет страну. Эта мафия держит ее за глотку. И они никогда не дадут нам участвовать в выборах.